Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта! Ну, надо собирать планер! То есть погода бомба! Сезон продолжается, надо собирать планер! КОНЕЦ Собственно, планер собран, мы потратили на это, ну, сейчас, наверное. Но можно значительно быстрее это сделать, если там не подтупливать. Итак, друзья, подаем питание на двигатель. Вот, смотрите, какая волшебная кнопка. Расположена, сейчас я нажму, будет противный звук. И выпускаем двигатель. Вот влазит мой мотор. Интересно, как там всё? Там всё хорошо. Выполнена консервация. Вот, видите, здесь всё замотано. Мы первым делом это всё замотанное разматываем. Что, летать-то мы собрались, а не зимовать? Ой, такие хорошие у меня эти перемешочки есть консервационные. И вот такая пупочка. Вот, видите, полный комплект для консервации. Сейчас его прячу. Вот, настоящий, немецкий. Не то, что там из каких-то противоблевотных пакетов сделан. На коленке и замотан скотчем. Видите, специальная резиночка. Вот. Ой, как всё хорошо. Какой моторчик у меня. Чистенький, аккуратненький. Ну, а сейчас мы его запустим, пойдёт куча дыма. Почему пойдёт дым? Потому что двигатель был... Это не коронавирус. Это просто вот так. Так, двигатель залит маслом. То есть сейчас надо будет его провернуть. Потом мы сейчас проклеим весь планер. И перед взлётом вы увидите, как я запущу мотор. Из него пойдёт дым. Это нормально. Сгорит просто лишнее конверсировационное масло. И мы с Мишей полетим. Миша, знаешь, что... Какая у нас одна единственная проблема? Мы с тобой парашюты забыли. КОНЕЦ Поехали. Готов? Да. А теперь ловатень, где юткер, да куляш, писта норд. КОНЕЦ Вот это тяга! Сверили мотор! Взлётный режим на этом двигателе... Секи с половиной он должен крутить. А как у меня и крутят. Вот. Но дело в том, что раньше у меня было на разбеге 6800, 6700. И я очень долго разбегался. Вот у нас полоса сейчас внизу. Видите, я стартовал, прорулил мимо машинки моей. И мы взлетели в конце полосы. Но я специально разогнал планер, сделал скорость побольше. Видели, как мы лихо взлетели. Но это совершенно другое чувство. То есть, наверно, даже вооружённость прилично возросла. Здравствуйте, друзья! Ну, мы заглушили двигатель, погуляли немножко по округе. Попарили в потоках. Вот. Я очень доволен сегодняшним днём, потому что сегодня у нас первый полёт после ремонта двигателя. И вот, представляете, я в 6 часов утра приехал. Ехал всю ночь с завода Шляхера. В 6 утра приехал, поспал несколько часов. И взлетел. Ну, тоже мандраж некий. Всё-таки двигатель в этом планере поменяли. Первая задача была облетать сегодня. Я даже сегодня собирать не собирался, потому что, ну, кто знал, что такая погода будет. А как включили погоду, мы на неё, конечно, опоздали немножко. Это уже вообще что-то такое заключительное. Но я просто хочу вам показать, какой как, полетать просто вот как такие краски осени. Денья уже жёлтенькие. Ну, и просто такое некое состояние у меня такого умиротворения, довольства, наверное. Потому что я очень переживал за планер в конце сезона. У меня на взлёте был сбой по двигателю. То есть он бросил обороты несколько раз, очень неприятно. Но я после этого прекратил летать на двигателе, летал за самолётом. Ну, то есть в воздухе двигатель работал нормально, но, вы знаете, когда он на взлёте, что называется, чекнул, тут как бы сильно задумаешься о том, стоит ли дёргать за усы удачу. Потому что двигатель, если отказывает, то у нас на взлёте, в общем-то, практически некогда приземляться. Там есть, ну, поля впереди есть. То есть там, ну, буквально несколько секунд есть там. Ну, не секунд, десяток секунд, когда всё не очень. И вот как раз вот во время начала этого десятка секунд мотор сделал бум. Ну, видео будет тогда или перед этим текстом, или после. Вот, он сделал бум. И всё. И дальше работало. Потом ещё раз бум. Потом ещё раз бум. И обороты были небольшие. Я очень испугался. Ну, как испугался? Ну, я понимаю, чем это грозит. Приготовился к там посадке такой экстренной. Там был пятачок впереди. То есть вот там бум-бум-бум-бум. И я вижу, что эти 10 секунд кончились. То есть мы уже в месте, где, если что, смогу сделать посадку. Но было крайне неприятно, конечно. Прекрасный взлёт. Идёт на борт. Скорость сейчас растёт. Фото и обороты двигателя растут. Водили 7100. 7200. Закрылась. Привожила звёзда. Вот. Если убирать скорость. Привожила звёздка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так Сейчас сделаем разворотик И еще проходит сделаем Энергии полно Склон работает Сейчас тень уже будет не видно Потому что ракург немножко другой Ну зато проход так поближе к клону. Вы понимали, что как можно на планере к клону близко летать. Вот! Хорошее настроение. Тянет попилотировать. Сейчас еще раз развернемся и погоняем тень свою. Здесь приподнимает. Я потом сделаю проходик и, наверное, пойду сюда высоту понабираю. Может мы с Мишей еще... Мы с Мишей вообще на посадку собрались. Решили вам бодренько снять маленький кусочек этот проходик какой-нибудь и найти тебя, пожалуйста, как все хорошо. Сейчас я на склон разворачиваюсь. Вот сейчас солнышко. Вот тень. Даже не знаю, что лучше вам снимать. Давайте тень сниму, что ли. Я концентрируюсь, даже на камеру не смотрю. Смотрю, чтоб какой-нибудь нефтемяшекся по менюку. Оп! Оп! О! Слушайте, прям хочется поснимать, потому что, когда вот такая освещенность будет, такое солнце, вот такие ракурсы красивые. Главное, что мы практически не снижаемся. Была у нас высота, вот оно вот работает, склон. Эх! Миша, ты как, доволен? Не укачивает? Я пока. Ну, я сейчас еще проходик сделаю и отдам себе управление. Блин, какое классное освещение. Вообще все классное. Оп! Ну, я просто хожу на высокой скорости, когда нужно развернуться, я скорость сбрасываю, чтобы мы помедленнее летели. Вот, и радиус виража получался поменьше. Ну, крайне проходит. Так, тень я снимал, теперь просто про санклон поснимаю, как планер к нему близко летит. Хотя нет, тень лучше. Эй! Оп! Ближе нельзя уже. Ваа! Она встречается со собственной тенью. Ааа! Ю-ху! Ю-ху! Друзья, это просто праздник. Это... Не день, а подарок я не ожидал просто, реально. Не ожидал такого счастья. Я думаю, что мне надо с счастьем обязательно с Мишей поделиться, а то он меня проклянет. Потому что я тут балдею летаю, а я вообще кто? Я инструктор, я должен сидеть в кабине и не крюкать. Поэтому передаю... Миш, забирай управление. Давай восьмерку, вот как я делал, да? Попробуй так же. Только скорость держи чуть больше. Где-то 110-120, да. И вдоль склончика вдохнуть. Больше 120 не надо. Вдоль склончика проходи. Ага. Всё. И приготовься по моей команде разворачиваться. Вот где-то здесь. Поехали на разворот. Всё, аккуратненько разворачиваемся. Ну, у нас, друзья, пошёл учебный процесс. Поэтому я заканчиваю видео счастливого человека, который совершенно не ожидал полетать. Но полетал ведь. Поехали. 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 Поехали.